Для какой-нибудь душесчипательной драмы мы тоже нашли идеальный сюжет. Вот его главное действующее векло – тигрица Багира. Когда в зоопарке на свет у него появились первенцы, горе-мама лишь небрежно обнюхала их, на этом запас её нежности иссяк. Спасать малышей пришлось самке Шарпея Клеопатри, при том, что на ней было две собственных щад. У сотрудников зоопарка была надежда, что Багира образовится со следующим потомством. Нужно ли объяснять, что этого не случилось? Поставим в пыту и Багиру, и лучше восхитимся этими мамами-мопсами. Они приехали из петли, и сначала подумали, что один из этих Харьков просто выпущал дополнительную порцию корма. Но другие кадры расставили всё по местам. В ряды этих пушистиков затесалась кошка. Причём нельзя сказать, что она является главой семейства. Скорее уж, Харьки приняли её в свою банду. История развивалась так. Камари оказалась в этом доме в возрасте пяти месяцев, когда её бросили из-за плохого здоровья. Новые же хозяева, кроме любви, решили подарить малышке ещё и весёлую компанию. Но уж точно не ожидали, что представители разных видов так сдружатся. Сегодня команда совершенно неразлучна. Кошка даже начинает перенимать повадки Харьков. Про них вышел бы отличный мультфильм. Нина, посмотрим на то, как грустит собака в Бразилии. Мы не хотели вас расстраивать. Просто так будет понятнее, насколько удивительна эта история. Дело в том, что искорка тоскует по неожиданной для четвероногого причине. Ей редко дают видеться с приёмными малышами-броненосцами. Беспомощных млекопитающих случайно обнаружили на одном из местных полей. Женщина на этих кадрах взялась выходить их, но её питомец решил, что справится с задачей лучше. В итоге искорка чрезвычайно привязалась к новым детёнышам и при любой удобной возможности таскает их в зубах, как пенят. Для покрытых щитами малышей это абсолютно безопасно. Так что можем не беспокоиться. Этот цыплёнок по всем законам природы тоже должен был стать жидательной игрушкой для обедьяны. В буквальном смысле. Будем откровенны. Макаки срошанно не брезгуют полукомиться мелкими животными. Так что у крохи было мало шансов выжить в этом вольере. Именно поэтому случай в израильском зоопарке вдвойне исключительный. Только взгляните, как четырёхлетний миф оберегает пернатого. С момента знакомства ребята практически не расстаются. Не удивляйтесь, если однажды увидите скачущую по деревьям курочку. Совсем не обязательно. Кстати, крупное животное должно брать под защиту более маленькое и уязвимое. В этой уникальной паре, например, роль опекуна выполняет амитолийская овчарка Дэвид. Согласитесь, даже Дисней вряд ли додумались бы до такой истории дружбы. Неудивительно, что сотрудники этого центра исчезающих видов ЮАР видят такую картину впервые за 30 лет. Мама Эсмы потеряла молоко. Другие носороги отказались прийти на помощь. И собака стала единственным верным другом малыша. Правда, однажды этот малыш случайно оттоптал и теперь тот по-доброму мстит ему, используя рог, как жевательную игрушку. Что там говорить? Даже в такой непримиримой и вечной вражде, как между кошками и собаками, в этом случае возможна пауза. Взгляните, например, на Каэби. Она воспитывает целую ораву котят, абсолютно позабыв о всех предрассудках. Нам бы оставалось только восхищаться её самоутверженностью, если бы не одно «но». Вот эта дерзкая дама – биологическая мама малышей. Да, у неё хватает наглости прогуливаться, как ни в чём не бывало на глазах у котят и их нянь по неволе. Впрочем, собаку новая роль не тревожит. С собственными щенками её разлучил предыдущий хозяин, и она с радостью дарит нераскраченную любовь усатым. Скажем больше, она существует у животных не только в заповедниках или домашних условиях, но и в дикой природе. Казалось бы, в режиме выживания зверушкам вообще не до хлопоты ещё и с чужим потомством. Но этот случай доказывает обратное. И замечаете, что птенец этой пары Гагар как-то подозрительно похож на утёнка? Поздравляем, дело раскрыто, это он и есть. Исследователи обнаружили это необычное семейство в одном из водоёков и предположили, что малыш остался без родителей, но внезапно обрёл новых. Самое интересное, что обычно Гагары и утки не очень-то ладят. Здорово, что когда речь идёт о спасении детёныша, можно сделать исключение. Сейчас мы отправляемся в зоопарк чудесный, который вполне оправдывает своё название. Здесь, как видите, шотландская веслоухая установила детёныша рыси. В российских зоопарках вообще, похоже, живут особенные коски, готовые взять на себя заботу о беззащитном малыше любого вида. Эта мама совершенно не обращает внимания на то, что воспитывает будущего хищника, а защищает и откармливает его наравне со всеми. Кстати, Кроха-Рысь оказалась в приёмной семье временно. Её настоящая мама пока находится на лечении после операции и не может кормить детёныша молоком. А вы думали, взаимовыручка существует только у людей? Думаем, вы согласитесь, приютить под бубом Пернатова и восемь покрытых с ног до головы иголками ежат, это далеко не одно и то же. Так что эта кошка Муся, пожалуй, совершила настоящий подвиг, тем более, что её никто не принуждал к таким жертвам. Кошка сама пришла к клетке с малышами, которые после потери мамы попали в зоопарк. Ежата отказывались пить молоко из бутылочки, но Муся сумела найти к ним подход. Теперь она кормит их каждые два часа, охраняет их сон и даже вылизывает. Ну, разве это не поразительная семейка? Кажется, мы не пометили. Эта собака по кличке Мионг неспроста всё время на чеку. Она следит, чтобы никто ей думать не смел обидеть её малыша. И пусть он совсем не похож на семка-терьера, новая мама решила, что подарит ему всю свою заботу. Цыплёнок оказался под такой удивительной опекой не случайно. Мы уже выяснили сегодня, какими хорошими мамами могут быть кубицы. Но в этот раз инстинкт дал сбой. Мясушка отвергла своё потомство и выжить удалось только этому крохе. В счастье в его судьбе оказался Мионг. У собаки, к тому же, никогда не было своих детёнышей. Так что цыплёнок окружён теплом и любовью 24 на 7. Самое забавное, что приёмная мама и видеть не хочет настоящих синят. Видимо, этот пернатый комочек вне конкуренции. Если да, то он просто обязан будет встретиться с этим селезнем, который, вполне возможно, скоро заговорит на собачьем языке. Дело в том, что индийский бегун по кличке Лоуренс – особенная утка. Когда он ещё находился в скорлупе, его мама по какой-то причине отвергла яйцо. Птениц родился под лампой в инкубаторе. Научить плавать его было некому, и Лоуренс жутко боялся воды. А затем птица привязалась к лабрадору-ретриверу Гелиусу. Дошло до того, что утка начала жить в доме, есть собачий корм и ходить за б***ом буквально по пятам. В какой-то момент дружба помогла Лоуренсу перебороть свой страх. Он просто поплыл вслед за Гелиусом, когда тот бросился в озеро за палкой. Правда, больше он всё же любит кататься на спине принятия. Так надёжнее. А следующие кадры вообще способны избавить от стресса на пару месяцев вперёд. У нас здесь уйма нелепых котят и мама-кошка, воспитывающая осиротевшего бельчонка. В таком возрасте он больше напоминает мышь, но кошке и в голову не пришло ему есть. Наоборот, кроха получает максимум заботы. Вылизывают его наравне со всеми, если не более тщательно. Остальные малыши не жалеют для него игрушек, а за питание бельчонок беспокоится сам. Взгляните, как он ловко пробирается за своей порцией молока между котят, которые намного больше. Осторожно, сейчас от милоты можно будет потерять сознание. Грызуну даже позволено кусаться за уши. Даже спит бельчонок в обнимку со своей новой семьёй. Как думаете, он научится однажды мяукать? А как вам эта сладкая парочка? Походу, приматы не способны устоять перед обаянием кошачьих. И касается это не только любви человека к котикам. Только посмотрите на эту картину. Вы разве не так же гладите своего питомца, когда возвращаетесь домой? Сотрудники Центра реабилитации обезьян в Южной Африке наслаждаются таким забавным зрелищем. Пара рыжих малышей однажды забралась в клетку с мартышками и верветками через дренажное отверстие. Но обезьянки, видимо, только этого и ждали. С тех пор они заботятся о котятах, чистят им шерсть и защищают от чужаков. Что же они получают взамен? То, что и мы с вами. Исследователи считают, что поглаживание кошек снижает у приматов уровень стресса. Этим прелестным далматинцам, например, от нее тоже досталось. Сестры по кличке Индига и Бинги... Сыноцуха. Но малышами они попали в реабилитационный центр для животных Free To Be Wild в Зимбабве. И получив море, заботы и тепла, теперь сами взяли на воспитание местного питомца. Только посмотрите на этого необычного щенка. Лучшим другом Индига и Бинги стала зебра, которая в несколько раз больше их вместе взятых. В приют она попала после того, как ее мама погибла от лап льва. И напуганный и растерянный жеребенок завел в город. Далматинцы с удовольствием взяли на себя роль родителей зебры. Всюду ее сопровождают и готовят к независимой жизни. Кстати, далматинцы изначально были выведены для сопровождения конных экипажей. Может, секрет в этом? Если курица воспитывает крольчат, кто тогда возится с ее потомством? Точно не эта орлица. Все понятно уже по одному взгляду. В нем ясно считается, что хищная птица что-то подозревает. Автор этих кадров решил провести эксперимент и поменял яйца из разных гнезд местами. Курица опять проявила милосердие, а вот орлицу провести не удалось. Чтобы вы понимали ее недоумение. Вот как выглядят ее птенцы и вдруг какие-то желтые карапузы. Впрочем, многие птицы отвергают чужих детей. Санка страдающего дрозда, например, распознала подмена еще на стадии яйца. И просто вышвырнула самозванца из гнезда. Да, природа бывает сурова. Взгляните на этих ребят. Они совсем не похожи на вылупившихся идеиц птицов, не так ли? Но при этом добродушная курочка заботится о них так же, как заботилась бы о собственном потомстве. Значит, над крылом и согревает теплом тело. Но эти бедняги крольчата остались совсем одни и птица взяла их под опеку? Как бы не так. Все гораздо запутаннее, ведь вот их мама. Беззобутно обедает, пока курица ухаживает за ее малышами. Фермер даже пытался восстановить справедливость. Но горе-мама дерзко сбегает от оравы крольчат. Похоже, она просто решила скинуть на курочку свои родительские обязанности. Разве что с кормлением... Но это невозможно. Очень странная история. Согласитесь...